Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня у меня для вас такие бюджетные находки и аналоги люкса, вы себе не представляете, я еле себя сдержала, чтобы не проболтаться в конце прошлого года. Я приберегла все это на 2024 год, давайте вместе готовить уже весенние косметички, и конечно же часть этих средств у меня будет в регулярном использовании в этом году. Поехали! Наверняка все из вас уже слышали о маслах для губ от Dior, они стали первопроходцами в этой категории, и они полюбились многим пользователям косметики, сейчас многие дорогие и бюджетные бренды будут выпускать подобного рода средства. И конечно я тоже люблю масло для губ от Dior, оно красиво выглядит, приятно ощущается, ухаживает, все дела, но стоит, мягко говоря, недешево. Я предлагаю вам альтернативу, это не совсем аналог, но это нечто похожее от бренда Golden Rose. Я в этот раз заказала себе розовое с ароматом клубники, и в отличие от Dior, вот эти масла Golden Rose, они сильнее и надольше тинтуют губы. Есть еще и красноватый, я обязательно закажу его на мейкапе в следующий раз, настолько сильно оно мне понравилось, и красное с ароматом вишни. Что касается текстуры, то это, ну такой более насыщенный блеск, но при этом масло не липкое, и не настолько жидкое, чтобы оно как-то растекалось по губам и мигрировало. Эти масла чуть меньше питают губы, наверное, чем масло от Dior или того же NYX, но все равно неплохо улажняет наши губы. Очень красиво выглядит поверх карандаша, матовой помады, в самостоятельном каком-то использовании. И так, как я сказала, легкий оттенок на губах действительно остается и дольше удерживается по сравнению с NYX и с Dior. А давайте добавлю это масло поверх моего макияжа губ. И у нас получается вот такой сочный блеск. Я также приобрела масло для губ от бренда Revolution в оттенке Glam Pink. И мне казалось, что это очень сильно напоминает 12 номер масла для губ от Dior, но оно не делает ничего. Ну то есть и не увлажняет, и не дает никакого цвета, и какого-то красивого, феноменального блеска на губах. И я, конечно, его как-то там использую до конца, чтобы не пропадали деньги, но у меня для вас есть находка от того же бренда Revolution в 100 раз лучше. Цены буквально на все настолько прут вверх, что некогда мой любимый бюджетный карандаш для губ от бренда Pupa в оттенке 004 потихоньку приближается по цене к Шарла Тилбери. Я в шоке, я давно хотела найти ему какую-то замену, и также мне хотелось бы, чтобы это был менее лиловый оттенок, а вот ближе к нюдовому. Он сегодня у меня вначале был на губах вместе с помадой, и одна моя зрительница написала мне о своем фаворите, когда я интересовалась, какие же у вас открытия прошлого года. И она написала так, Оля, этот карандаш лучше, чем Pupa 004. И я прислушалась, и я заказала карандаш от бренда Art Deco в оттенке 132, и он абсолютно восхитителен. Спасибо огромное, мои зрительницы. Во-первых, он мягкий, во-вторых, он пигментированный, в-третьих, он стойкий, и в-четвертых, это то, что я искала. Это смесь нюда и пыльной розы, вот это настолько универсальный цвет, который подойдет, но к большинству моих помад, не учитывая, пожалуй, красный, потому что это все-таки больше в сторону пыльно-розового нюдового, да. И формула этого карандаша настолько удачная, что вы можете не только очертить контур, но и заполнить губы так, чтобы у вас получилась нюдовая помада. Очень универсальный, я, пожалуй, посмотрю, что там еще есть у бренда Art Deco, потому что я прям впечатлена. Теперь этот карандаш точно поселится в моей косметичке на очень-очень долго. Будем немножко скакать по категориям, но эти тени вызывали так много вопросов, даже в реальной жизни. И в магазине, и соседки, которые меня встречали, все делали комплименты моему макияжу глаз. И сегодня эти тени тоже у меня на веках. Это то, что сверкает, это то, что просто привлекает на себя внимание и делает комплиментарным каждый повседневный или нарядный макияж. Это турбопигмент от бренда Glam Shop. Я купила себе новый оттенок, называется он Garrys. И это, знаете, с одной стороны такой нежный, но при этом выразительный, слегка розоватый. И он украсит каждый макияж без преувеличения. У меня есть более золотой, а вот этот для лилово-розовых макияжей самое то. Конечно, если у вас там просто коричневый макияж, можно вот так добавить сияшку и все, вы станете звездой дня или вечера. Это очень красиво, это очень просто наносится. И они супер пигментированные. Единственный момент это, они супер деликатные. И я их сегодня несколько раз доставала из своей палетки, такой магнитной. И, к сожалению, повредила их. Нужно обходиться с ними более деликатно, потому что они могут разбиться. Или, может, вы мне подскажете, в какой упаковке их носить, чтобы они вот так вот не травмировались. Потому что у меня прям сердце кровью обливается, мне жалко каждого грамма. И вот поверьте мне на слово, что это то, что стоит заказать даже из-за границы, если у вас в вашей стране это не продается. Это недорого. Это марка польского визажиста. И это феноменально красиво. Мне кажется, что в последнее время многие бренды выпустили кремовые бронзеры, румяна, хайлайтеры. И я настолько ими прониклась, что сама сейчас в повседневном макияже все чаще выбираю такого плана. Средства. Мы с вами делали небольшой тест-драйв новинок прошлого года от бренда Paese. Во-первых, начнем с упаковки. Это очень так достойно и презентабельно. Матовое стекло. Этим приятно даже просто пользоваться. На каждый день у меня вот такой оттенок в номере 2. И вообще у всех этих средств очень приятная такая кремовая, даже гелевая что ли текстура. У меня есть и кремовый бронзер от Chanel и Huda Beauty. Но вот самые популярные я приобретала. И да, по настроению могу использовать, или особенно на весну и лето. Но вот так, чтобы каждый день и было время растушевывать, как-то это все вполировать в кожу. Ну, не каждый раз выбирала это. А в случае кремовых бронзеров, румян и хайлайтера от бренда Paese, это действительно супер быстро и просто, даже если вы не умеете краситься. Это такая средняя пигментация, которую вы можете наслаивать. И это растушевывается и губкой, и кисточкой, чем угодно. Я давала попробовать своим подружкам. Некоторые из них увлекаются макияжем, кто-то нет. И все оценили. Оттенок номер два, это больше как кремовый такой скульптора бронзер. Потому что он не супер холодный, без какой-то явной вот такой фиолетово-серой нотки. Поэтому гармонично будет смотреться и на брюнетках, и на блондинках, и на светленьких, и на темненьких. А бронзовый, он такой с загорелым эффектом. Вот этот сейчас, когда я совсем без загара, он смотрится на мне максимально гармонично. И плюс это не как дополнительный слой макияжа. То есть это все так вот легко наносится на кожу в плане текстуры. То есть это втушевывается в ваш тон и особо незаметно на коже. Вот я об этом. Румяна по текстуре, это тоже, ну прям наслаждение. Потому что их можно и обильно нанести, и получить более яркий, насыщенный цвет. А можно совсем чуть-чуть и на губы, и на веки, как угодно. И, слушайте, оттенки, ну вот шик. Потому что есть и такой приглушенный пыльно-розовый. Один из самых универсальных, в номере один. Второй оттенок яркий, когда хочется освежить, вот придать какую-то такую молодость, невинность лицу. Это оттенок номер три. Можно взять совсем чуть-чуть, и тогда он не будет вот таким ярким на губах. И даже в качестве помады, вот и на губы нанести, и на щеки, и все это вместе дает такой фреший результат. И персиковый, персиковый, не оранжевый, в номере 02. Всю эту коллекцию разрабатывал польский визажист, и она знала, что она хочет донести массы. И поэтому все средства настолько продуманные и удачные. И по текстуре, и по упаковке, и, конечно же, по цветам. Хайлайтер здесь в номере 01. И сначала я боялась, что он будет слишком холодным, таким даже жемчужным. Но по факту он универсальный и полировывается в кожу, не оставляет каких-то отдельных блесток. Но это, так знаете, ненавязчиво, супер элегантно. И мне больше всего нравится втушевывать его при помощи губки, а не наносить кисточкой. Тогда получается еще более однородно именно с нашей кожей, с тоном, как вы там пожелаете. Но даже если этот хайлайтер припудрить какой-то рассыпчатой пудрой, то все равно его свечение будет заметно. Несмотря на то, что оно наслаиваемое. Вы можете добавить чуть-чуть, и получится так носибельно на каждый день. Или нанести побольше, тогда у вас будет настоящий гламур. Раз мы тут с вами оказались в теме гламура, покажу вам аналог такому тону, жидкому хайлайтеру, базе под макияж бренда Charlotte Tilbury. И речь идет о Catrice. Это их новинка под названием Soft Glam Filter. Эта вещь у меня в оттенке 020 Light Medium. И я специально взяла себе более загорелый цвет, потому что мне хочется поиграться с макияжем. Сейчас расскажу, каким образом. И также я все-таки готовлюсь к весне и планирую таки достать свой автозагар, до которого у меня никак не доходят руки. Но, наверное, мой прям зимний-зимний цвет это 010 от Catrice. И я должна вам признаться, что эта вещь мне нравится даже больше, чем Charlotte. Почему? Потому что здесь более легкая формула, менее заметная на коже. Но при этом эта штукенция дает, ну, такое красивое ангельское свечение, я не могу. И вот даже, смотрите, оттенок у меня 020, но не скажу, чтобы это прям бронзер-бронзер. Вы можете использовать эту вещь несколькими способами. В качестве тона, если вы ищете что-то суперлегкое и вы любите свечение. Также можно нанести в качестве базы под макияж. Это будет и свечение, и увлажнение. Или же нанести на те участки кожи, где вы хотели бы видеть вот это свечение или, как я, придать немножко бронзового эффекта. И под глаза, где-то на центр лица, на нос, на лоб, на щеки может корректор, консилер или ваш любимый другой по текстуре, по эффекту тон. Или вы можете это даже смешать с вашим тональным кремом, опять же, чтобы усилить увлажняющие свойства вашего тона и придать вот такое легкое, красивое свечение. Я хочу пользоваться этим весной даже вместо тона. И по сравнению с Шарлотт Тилбери, здесь вот как будто больше увлажняющих свойств, потому что в качестве тона Шарлотт Тилбери мне не очень сильно это нравилось, потому что как будто вся влага от средства Шарлотт Тилбери впитывалась моей кожей, и оставался такой, как перламутр на лице. Иногда это подчеркивало шелушение, ну, в общем, пользовалась как могла, но вот это прям влюбило меня в себя. Самое мощное фиксирующее средство для бровей, которое вы где-либо могли увидеть, самое бюджетное и самое большое по объему. Это, внимание, клей для волос от бренда Got2B. Это написано гель, но на волосы я вам не рекомендую это наносить. Я не знаю, как вы это смойте. Я использую эту штуку в качестве геля для бровей со сверхмощной фиксацией. По факту это то же самое, возможно, даже более мощное, чем их же гель для бровей, который я обожаю. Он у меня закончился. Я добавляю теперь небольшое количество вот этого геля в баночку, щеточкой поработала и вперед наносить на брови. Можно взять одноразовую щеточку, их полно на Алиэкспресс, и после каждого раза, после каждого использования мыть ее. Также вы можете взять ваш закончившийся или неудачный гель для бровей, налить туда немножко мицеллярки, все это поболтать, вылить. Так сделала моя мама, у нее закончился какой-то старый гель для бровей Люкс Виссаж. Она добавила в вымытую баночку вот этот гель и продолжает наслаждаться сверхсильной фиксацией. И я не шучу, девочки, это смоется только водой, и даже если идет мокрый снег или дождь, оно все не отлипает от бровей, то есть, ну, брови не шевелятся, прям совсем. Сейчас наступило мое нелюбимое время года, когда уже вроде как хочется весны, а за окном что-то похожее на зиму. И это напоминает межсезонье, и не туда, и не сюда, и тогда мне сложнее подобрать уход, кожа начинает капризничать и гораздо хуже наносится макияж и выглядит таким более сухим, чем обычно. Нужно или дополнительное увлажнение кожи, это не всегда хорошо под макияж, но в общем, во всех непонятных ситуациях, когда я перепудрилась, недопудрилась, хочется больше увлажнения, я поверх готового макияжа наношу какой-то увлажняющий, типа фиксирующий спрей, но фиксация это очень условное дело. И вместо Fix Plus от MAC я сейчас открыла для себя спрей от бренда Catrice. Здесь удобный распылитель, и работает он точно так же, как Fix Plus. Я хочу вам сразу сказать о том, что это не совсем фиксация, которая продлевает стойкость вашего макияжа, но это как, знаете, соединить, я люблю это повторять из раза в раз, когда говорю именно о спреях для макияжа, это как соединение вашей базы под макияж, тона, каких-то пудровых текстур, и оно так, знаете, все хопа сливается, и гораздо легче и выглядит, и ощущается на лице, и нет каких-то сухих участков, и если вы хотите, чтобы у вас было увлажнение, то можно оставить так, как я сейчас. Я люблю это сбрызгать и больше ничего не делаю. Для меня запудренность это, наверное, самое худшее, что может ощущаться и быть на моем лице. Но если вы хотите соединить вот эти слои макияжа, берем такой спрей, а потом уже сверху не пудримся, а промакиваем салфеткой, собирающей себум, как это, против сияния, ну, матирующей салфеткой, вот, простите, вылетают какие-то слова из головы. И тогда ваш макияж будет и выглядеть легко, и комфортно будет ощущаться, и при этом по стойкости супер. Внимание, внимание, аналог карандаша для губ от Charlotte Tilbury в оттенке Iconic Nude. Я не верю, что я это говорю, но такое средство существует. Это польский бренд NAMM, это гелевый карандаш. Конечно, по текстуре они немножко отличаются, но по цвету, особенно когда гелевый карандаш от NAMM застывает, ну, отличить это практически невозможно. Это красивейший мега стойкий нюд и оттенок 8. Матовый карандаш для губ, который очень хорошо держится, который никуда не перемещается. Наверное, поверх масла я сейчас особо не докрашу, да, это была не самая лучшая идея, но когда наносишь его на голые, условно говоря, губы, то это очень хорошая пигментация, то есть сразу передается оттенок, это застывает, и они очень-очень насыщенные. Цвета там, конечно, вот какой хочешь можно найти, но оттенок 8, это прям то же самое, что Charlotte Tilbury. Накрасьте верхнюю губу Charlotte и нижнюю NAMM, и вы не заметите разницы. В фаворитах прошлого года я вам рассказывала, что я стала безграничным фанатом спарклов для век, потому что это как новое дыхание макияжа, будь то на тебе какой-то самый нюдовый нюд, и ты потом добавляешь вот эти мерцающие частички, которые очень красиво отражают цвет, но при этом не утяжеляют взгляд, и твой макияж в целом, ну в общем, это что-то, что невозможно описать словами, это нужно попробовать увидеть вживую, мне кажется, что камера даже не передает все роскоши и многогранности макияжей со спарклами. И я сейчас покажу вам аналог таких суперсияющих теней от бренда Bobby Brown. У меня, правда, тот оттенок, который пользуется, наверное, чуть меньшей популярностью, он такой более оливковый, и находка от бренда Everline, это что-то еще более космическое, более красивое, и вообще моя любовь к спарклам началась от лимитированной коллекции Charlotte Tilbury, у меня с этим брендом то любовь, то ненависть, но палетку я замучила, она уже сильно затерлась, и потихоньку светлые тени начинают заканчиваться. Я думаю, куда же бежать, что делать, потому что ничего похожего нет на рынке, точнее, не было, потому что сейчас есть сияющие тени, тени спарклы от бренда Everline из шоколадной коллекции. Мне их прислали в пиар-рассылке в конце прошлого года, но эти я купила еще где-то за месяц до пиар-рассылки, и успела ими попользоваться, они супер сияющие, как я вам и говорила, и вот так набираешь их на палец, и непонятно, что-то такое рыхло-блестящее, а потом ты добавляешь их навеки, и понимаешь, ах, вот оно что, потому что это рассыпь таких разных по интенсивности свечения, золотистых, да, все-таки здесь больше золота, но это нейтральное золото, которое так интересно смотрится на века. Девочки, это те тени, которые способны заменить тени от Бобби Браун. Если у меня более такой оливковый оттенок, то вот этот, ну, будет подходить очень многим, если не сказать даже всем. Многие его оценят, польские блогеры просто визжат от восторга, и я понимаю, почему. Вся шоколадная коллекция, вот эта Чоку Гламур у Эллайн вышла мега удачной, и у меня есть еще несколько находок. Например, кремовые бронзеры. Они у меня в двух оттенках, вот они были в пиар-рассылке, и пока что я не пользовалась бронзером в оттенке 01, он более теплый, и больше подойдет тем из вас, у кого более глубокий оттенок кожи, и кто умеет справляться с такими насыщенными по пигментации бронзерами и более теплыми оттенками. Мне кажется, что для славянской внешности самым подходящим именно на незагорелый сезон будет являться оттенок номер два. Он еще и похолоднее, и вот с ним работать очень просто. Это более именно кремовая текстура. Что-то я с этим болею в этом видео. Ну, I'm sorry. Я напилась так кофе, что мне кажется, меня сейчас просто разорвет от энергии, и я никак не могу остановиться. Возвращаясь к бронзеру. Это именно кремовая текстура. Вот по сравнению с поэзо, там все-таки вот она какая-то такая гелевая и не такая мягкая. Здесь же совершенно другая формула, и это что-то, что имеет очень мощную пигментацию. Его нужно совсем чуть-чуть для того, чтобы сделать контуринг, ну, такой вот умеренный. То есть это не что-то в стиле Ким Кардашиан. И я наносила этот кремовый бронзер вот кисточкой просто, а потом, опа, давайте как-то растушевывать все это дело. Ну, вот растушевывается как масло и вживляется в кожу. Я не люблю кремовые бронзеры и скульпторы. Пусть это неправильно, но я, если использую что-то одно, то я потом не люблю еще вот это вот запудрить, потом еще бронзером, потом еще скульптором в прессованной форме. Мне нужно, чтобы это работало сразу, чтобы это держалось целый день. И на моей суховатой коже, которая любит все кремовое, плюс потом еще фиксатором каким-то влажным забрызнуть, не допудриться, это и так держится. И это незаметно, как вот контурирование, знаете, ты себе поменяла вообще черты лица, форму лица. Нет, это очень естественно, очень красиво, и это удобно, и быстро. И опять же, девочки, не умеете краситься, с этим бронзером у вас получится. По сравнению с Худо Бьюти, который такой вот туговатый, пластилиновый, супер насыщенный, его растушевываешь, где-то пытаешься растянуть, бац, появилось пятно, но не люблю я его. Я очень сильно потратилась, и по факту, по-моему, даже вам никогда его особо не показывала, потому что, ну, не влюбилась я в Худо Бьюти. Но Шанель еще, да, как бы нравился он мне, им пользуюсь. Но вот положа руку на сердце с вот этими бронзерами от Эвелайн или от Поэзо, мне гораздо проще. Я всегда больше уверена в хорошем результате. Вот, скажем так, очень приятный. А еще знаете что? Эти бронзеры пахнут шоколадом. Я, наверное, не осмелюсь сказать, что это прям аналог тонального крема от Estee Lauder под названием Futurist с SPF 50, потому что у Estee Lauder все-таки поплотнее покрытие, но по финишу, лично на моей коже, они очень даже схожи. Это новинка от бренда Bourjois Healthy Mix, который сиром. И у меня оттенок 51,2 W. Это самый светлый из тех, которые представлены в польских магазинах. И советую вам все-таки искать онлайн, на том же мейкапе, ну, в стационарном магазине в Росмане это всегда будет в два раза дороже. Сейчас на рынке будет появляться все больше и больше тональных кремов с пипеткой, чего-то сияющего, стойкого, увлажняющего. И по сравнению, например, с тем же Maybelline, вот этот без отдушки спирта. И он стойкий, но не сушащий. Он дает, ну, наверное, где-то среднее покрытие, можно растянуть и тогда сделать его полегче. И он хорошо держится. Я иногда там добавляла его где-то... Нет, ну не пахнет, девочки. Я уже еще раз переубеждаюсь, потому что иногда ты пользуешься, вроде как окей, но не принюхиваешься. Нет, здесь нет вот этой яркой отдушки спирта, она вообще отсутствует по сравнению с Maybelline. Тональный крем приятный, и я тестировала его в самую экстремальную погоду, минус 15, даже с супер жирным кремом. Да, он дает свечение, но не какое-то вот как медный тазик, да. То есть это что-то такое, как Luminous Silk, вот, да, элегантное свечение, но, опять же, это не жирный тональный крем. У него есть увлажняющие свойства, он очень просто наносится, добавляешь несколько капель на лицо, можно распределить пальцами, или я люблю еще и пройтись спонжем для лучшего соединения с кожей и меньше вообще видимости каких-либо средств на лице. И мне этого вполне достаточно на каждый день, я, конечно же, продолжу им пользоваться, но те, у кого такой нейтральный подтон кожи или розоватый, для вас этот оттенок будет с желтинкой. Если у вас доступны какие-то версии N или, не знаю, ну, с розовым подтоном, без понятия, какие они там, буржуа, сегодня этот тональный крем на мне, но не сказать, чтобы как-то сильно отличалось лицо от незагорелого тела, но просто, если у вас совершенно другой подтон кожи, то учитывайте это. Я настолько влюбилась в кремовые румяна от Lamelle, что решила попробовать еще и хайлайтер. Заказала его себе недели три тому назад в оттенке 402 Sunstone. Я, конечно, переживала, что он будет слишком золотым, но я рада, что я не взяла 401, потому что он жемчужный и по отзывам, как многие писали, не особо даже заметен на коже. Это настоящее жемчужное свечение без чрезмерно рыжего подтона или чрезмерно такого розового перламутрового. Это самый универсальный кремовый хайлайтер и по своим свойствам он, опять же, мне нравится больше, чем Charlotte Tilbury. Я так долго крутилась у их стенда. Я многое приобретаю, потом жалею, плююсь и вообще избавляюсь от какой-то косметики. А тут получается, что он понежнее, не такой вот металлический и Charlotte он застывает. Если ты прозевала где-то, не дорастушевала, то пиши пропало, нужно добавлять или тон, или фиксирующий спрей, чтобы это все растянуть и убрать границы, а тут ты пальцем тук-тук-тук-тук-тук где-то там добавил, даже уже поверх этого макияжа припудренного, это всегда срабатывает, у тебя с этим средством не будет проблем. И это тот хайлайтер, который тоже красиво выглядит не только на молодой, вот супер упругой подтянутой коже, это настолько вот изящное свечение, что даже на возрастных девочках это выглядит так уместно. Вот, это самое подходящее слово, потому что иногда вот эти вот металлические, слишком сухие, слишком активные хайлайтеры, они наоборот подчеркивают текстуру кожи, здесь этого не будет, и вы вся такая свежачок, отдохнувшая, которая светится именно здоровьем и ухоженностью, вот. По-моему, я немножко помешалась на спаркл для век, ну что ж, такой период, мне стало интересно попробовать больше цветов и от разных брендов, и пока что я ни разу не промахнулась, еще один спаркл от бренда Sephora, купила его во время очень больших скидок, и называется он Let's Party, 326 номер, это такой немножко морозный, более прохладный, он, конечно, не будет так сильно сиять, как вот этот турбопигмент от Glam Shop, который сейчас у меня на глазах, но это очень красивое мерцание, и это такой оттенок, который будет суперски смотреться на девочках, например, с холодным подтоном кожи, и, опять же, возрастные девчонки тоже вам на заметку именно такие тени, потому что они будут вас освежать, а не утяжелять взгляд и как-то комкать века, очень просто наносится, набираем на пальчик оп-оп на какие-то кремовые тени, на любую базу подтени, хотя я иногда наношу даже на голые веки, это что-то, что хорошо растягивается, это просто мерцает, там не нужно уметь особо растушевывать, и даже если у вас какая-то растушевка пошла не по плану, вы всегда можете добавить сияющие тени, и уже это не так сильно будет бросаться в глаза, такой вам лайфхак, подарок от моей подружки, в который я влюблена, это блеск для губ от бренда Revolution, я уже так хорошо им попользовалась, половина улетела, большой, мега удобный аппликатор, и сам по себе эффект глянца на губах это вау, можно нанести поверх какого-то карандаша матовой помады, и у вас визуально губы становятся более пухлыми, такими ухоженными, он немножко с таким холодящим эффектом, и пахнет ментолом, есть не прозрачные, а вообще цветные версии этого блеска, и он более густой, он очень долго держится, и даже когда съедается, стирается, или вы его уберете, с ним уходят все какие-то шелушинки с ваших губ, даже если у вас губы обветренные, вы можете воспользоваться этим блеском, я бы наверное сама не додумалась его купить, но подружка подарила, и делюсь с вами, это настоящая находка, которая совершенно не уступает каким-то люксовым там блеском типа Lip Maximizer от Dior, я бы рассказала, что это гораздо лучше и по уходовым свойствам, и даже по эффекту, который он дает на губах, наверное, не совсем моя история, но я для вас пробую разное, я приобрела более цветную и интересную версию палетки от Catrice из той же коллекции, что и моя любимая нюговая, это написано, что это новинка, но возможно где-то в Германии или в Австрии, она появилась сто лет тому назад, к нам ее привезли не так давно, как видите, здесь представлены оттенки, которые мы можем встретить в природе, но в целом, если прикрыть два вот этих больших зеленоватых, то вполне себе получается такая естественная теплая гамма для создания спокойных макияжей, имейте в виду, что здесь вот такие околокоричневые они с краснинкой, то есть явно теплые, эта палетка напоминает мне, дал бы бог памяти, палетку, которая когда-то была у Urban Decay, тоже зеленоватыми, и несмотря на то, что цвета кажутся такими не супер пигментированными, вот этой коллекции даже по сравнению с нюговой, это вообще такая особенность, на глазах они более интенсивные и даже потемнее, например, вот этот зеленый, им вполне себе можно построить форму, если вы ищете именно зеленый-зеленый, супер интенсивный цвет, то от этой палетки вы его не добьетесь, то есть это что-то такое с потоном зеленым, скорее хаки, чем такая очень интенсивная зелень, как трава, тени сами по себе очень мягкие, пигментированные и смотря какими кисточками вы пользуетесь, но у меня они даже как-то сверх сильно не пылят и смотрите, вот здесь есть такой типа бежевый оттенок, но он очень сильно похож на мой любимый от мак из линейки powder kiss, который я использую в складку века, для светленьких девочек это может быть даже тот оттенок, которым вы прорисовываете складку века, это чуть темнее, чем оттенок нашей кожи, хотя вот так на сводче кажется практически белым, и здесь есть матовые оттенки, и вот эти матовые они имеют очень хорошую цветопередачу, рожевато-пыльно-розовый, что-то в нем такое есть, уже с красненькой, коричневый, для затемнения внешнего уголка глаза, и также сияющие, очень красивые тауповые, такого плана тени, они как сатиново-перламутровые, они очень хорошо удаются к отрез, и они всегда одним сводчем вот так вот и передаются на глаза, вы можете даже пальцем несколько намазать, потом кисточкой это все соединить, и готово, они очень хорошо тушуются между собой, а металлические, они как даже полукремовые, они тоже выглядят очень насыщенными на веках, кстати, вот этот золотистый, он тоже как состаренное золото, то есть это не чистое золото, вот в Анастасии Баверли-Хиллз очень часто такие золотые, типа как с зеленцой немножко, по поводу этого зеленого я вам сказала, что он такой как приглушенно-зеленый, и даже ближе к цвету хаки, и наверное многим из вас еще интересен, ну это еще раз скажу, не совсем то, чем я пользовалась бы каждый день, но на центр века можно добавить и сделать Halo Eyes, или же на нижнее века зеленца здесь прослеживается, и у него тоже хорошая пигментация, я пробовала его наносить даже в уголок глаза, конечно, когда соседка увидела меня с таким макияжем, она немножко удивилась, но это тоже не какой-то супер сияющий металлик, это ну вот что-то такое среднее, я бы сказала, если вы хотите купить эту палетку только ради супер зеленого цвета, скорее ничем да, в том же катрис вы можете найти однушки, вот там зеленый такой, что просто мама не горюй, и пигментация, вообще, я вам тоже показывала его в аналогах люкса, это это скорее для естественного теплого макияжа с небольшими вкраплениями зеленого, и даже когда у тебя нет времени, ну хочется чего-то такого необычного, то даже тогда за пару минут у тебя получается необычный макияж, если вы любите такие теплые оттенки, золотистые, то вы можете использовать ее хоть каждый день, а зеленый добавлять по настроению, на этом у меня все, я надеюсь вам сегодня со мной было интересно, не забывайте поставить пальчик вверх, очень ценю вашу поддержку для меня, как для блогера, и вашу обратную связь, я была очень рада повидаться с вами, на этом пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.